Я держу в руках смерть. И да, и нет. Это соль. И эффект от нее зависит от дозировки. За сутки ребенок должен есть всего пару граммов соли. Норма взрослого – 5. Это примерно полторы щепотки. Когда мы солим еду, отмерить эти щепотки просто. Но кажется, что мы не все учитываем. А вы сюда с чем попали? Как? Сердечную недостаточность. Александр Кабаев. В больнице несколько дней. И капельницы, и отдых. Через несколько дней мужчину уже выпишут. Вот только гарантии, что он сюда не вернется – нет. Врачи установили – мужчина плохо питается. Фастфуды преобладают. А это избыток сахара и соли. Как будете кушать? Как попало. Но будем стараться, чтобы придерживаться диеты. Ну, конечно, так не получится. Я треногойщик. Соль – основной для организма продукт. Она содержит важные для человека элементы. Поддерживает водно-минеральный баланс и помогает работе мышц. Но переесть соль не так уж и сложно. Любимая многими Кура Гриль превышает суточную норму соли человека вдвое. Копченый сыр и мясные деликатесы в этом плане тоже весьма подозрительны. Сначала человек ест еду, а элементы которой вредят человеку. На сегодняшний день абсолютно доказано отрицательное действие избытка количества потребляемой соли. Особенно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Что приводит к ухудшению состояния пациентов, которое выражается в частности в усилении одышки, либо появлении одышки, появлении отеков, отечного синдрома. Ну и всех дальнейших осложнений, которые с этим связаны. А в перспективе это повышает артериальное давление и риск развития инфаркта, инсульта и сосудистой деменции. Поэтому раз в год российские медики объявляют неделю отказа от соли, чтобы напомнить жителям о внимательном отношении к еде. Так в Барнаульской больнице номер 8 пациентов переводят на другое меню. 99% лечения тоже имеет питание. Поэтому мы рекомендуем супа, мы тут готовим вегетарианские крупины, свекольники, овощи. Каши и котлеты с картошкой тоже Минздравом одобрены. Впрочем, врачи добавляют, не переусердствуйте с отказом. Иначе это скажется на состоянии минералов и мышц. Просто используйте возможности соли с умом. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.